Под Новосибирском нашли тело убитой пятилетней девочки. Нашли тело ребенка недалеко от дороги, вблизи сел Толмачево и Красноглинное. Стопроцентно говорить, конечно, нельзя, но, скорее всего, это девочка, которая пропала 20 января вместе с мамой. Совпадает и внешность, и способ убийства. Стопроцентную гарантию давать будем после экспертиз, рассказали в полиции. За несколько дней до этого в Снеготвале в Тогучинском районе Новосибирской области следователи нашли тело ее матери. Женщина с ребенком стала жертвой убийства мигрантам из корыстных побуждений. В 20-х числах января жительница города Новосибирска и ее малолетняя дочь, проживавшие в Кировском районе областного центра, безвестно исчезли. В ходе проведения следственных действий сначала было обнаружено тело женщины на территории Тогучинского района. В настоящее время в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружено тело ребенка. В убийстве заподозрили 31-летнего мигранта из Таджикистана, бойца ММА Фархода. Он помогал недавно переехавшей из Казахстана Ольге с покупкой дорогого автомобиля и сразу же после заключения сделки неожиданно уехал из страны. На границе Казахстана и Таджикистана мужчину задержали, сейчас решается вопрос о его выдаче в Россию. Знакомые Ольге были шокированы исчезновением своей знакомой и даже отказывались верить в ее смерть. Предполагаемый убийца маленькой девочки и ее мамы в глазах собственных друзей тоже не выглядел закоренелым преступником. Он работал в такси и однажды украл телефон пассажира, но никогда не привлекался к ответственности за насильственные преступления. Он показывал очень средние результаты, но даже когда проигрывал бой расстраивался очень тихо, оставался спокойным, рассказал о Фарходе знакомый с ним по рингу шоумен и ведущий спортивных соревнований. У него есть семья, дети, он постоянно работал и в такси, и поваром на одной из точек. Все знакомые мигранты очень удивлены. Под Ростовом мужчина вымогал деньги у любовницы, а потом убил ее мужа. 34-летний Роман познакомился с 36-летней Натальей случайно. Она сразу сказала, что замужем. Отца троих детей это не смутило, он решил закрутить с женщиной интрижку. Наталья ответила взаимностью. Пара начала тайно встречаться пару раз в неделю. Однажды муж Натальи заметил, что та слишком увлечена перепиской. Он высказал подозрение супруге подозрения в ее неверности. Тогда жена заверила его, что у нее ничего не было с собеседником, кроме разговоров. Общение она пообещала прекратить. Наталья объявила Роману, что им нужно прекратить встречи. Мужчина понял, насколько Наталья дорожит с семьей и воспользовался этим. Он стал вымогать у нее деньги, угрожая в противном случае рассказать обо всем мужу. Такой суммы у женщины не было, и она перевела Роману 10 тысяч рублей. Это не удовлетворило шантажиста. Тогда Наталья назначила ему встречу на одной из остановок. С собой принесла золотые украшения, три комплекта сережек, цепочку, булавку из драгоценного металла, печатку и обручальное кольцо. Мужчина забрал ювелирку, не побрезговав даже зубными коронками, и сдал все в ломбард. Когда деньги закончились, вновь стал угрожать бывший возлюбленный. Шантаж продолжался около семи месяцев. За это время женщина отдала Роману деньги и украшения на сумму 126 тысяч рублей. Но экс-любовник продолжал вымогать у нее деньги. Наталья не выдержала и рассказала мужу и о своем тайном романе, и о финансовых потерях. Мужчина решил заступиться за нее. Роман согласился, но попросил младшего брата сопровождать его. По версии следствия, между мужем и любовником завязался скандал, который быстро перерос в драку. Роман с братом начали бить мужчину руками и ногами, а потом ударили ножом. От полученных травм раненый скончался в больнице в этот же день. В отношении его брата возбудили уголовное дело по статье убийства. Сегодня обоим вынесли обвинительные приговоры. Романа приговорили к 15 годам лишения свободы, а его брата к 14,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.